Какого дела? Все в порядке? Да, хорошо. Я больше волновалась, чем вот. Прошло хорошо, если заниматься лечением, купированием вашей врачной. Хорошо. Ну, то же самое, как-то, и приезжать в организационную. Может, и просто. Вот так вот, да. Здесь на ЭКГ у нас все в порядке. Димаем доступом. И после имплантации современных кардиостимуляторов... Будет косметическим, будет везло заняться. Прости, большая. Половина первого, давай привезли. Там вот есть шкафчик, вы туда складываете. А, быстрее. Они просто сидят, вот это вы. У вас моя работа, у вас моя. Каких заболеваний. Ну, естественно, ну... Ну, вот раз... Что ж ты писала, а что ты хочешь? Что ты писала? Ну, вот здесь, там, буквально. Вот, вот. Ну... Ну... О, уже прооперировано. Да, да, которые поступили вчера и уже в послеоперационном периоде, вот буквально недавно привезли, и динамическое отслеживание. В отделении разницы то, что положено по порядкам, оказаниям и педагогической помощи. Оубоинализационное оборудование для выполнения периодических... Здравствуйте. Здравствуйте. Вам уже сделали операцию, да? Не сделали, но... Что-то оно будет делать. Ага, понятно. Ну, у нас. Ну, просто для контроля. Можно пожелать вам здоровья? Можно. Отлично. Вы как, уже сделали операцию? Ну, я только сегодня прибыл сюда. А, только прибыли. Да. Ну, пожелаем вам удачи, чтобы у вас было здоровье. Он уже 13 лет носит электрогазный симулятор. Да, это очень хорошо, что это сделано у нас. Это отделение. Чтобы не нужно было уезжать. Тут новое такое, отличное. Так, понимаете? Не нужно было уезжать в другую республику или в другую область. Да. Это удобно стало. Здесь же Новосибирск, Хабаровск, по счастью, есть возможность. Если коротко, то это второй центр всего лишь на Дальнем Востоке. То есть, исторически был Хабаровске, а сейчас появился второй у нас на Сахарине. Понятно, да. Ну, отлично. Хорошо. Вам пожелаем здоровья, чтобы все было благополучно. Спасибо. Вам здесь удобно? Все в порядке? Да, устраиваемся. Не будем вас беспокоить больше. И после этого, с помощью этого прибора, просто он подводится сверху. Кардиосимулятор, вы сказали, и еще этот прибор. Чтобы сокращались мышцы в определенном порядке. Да, кардиосимулятор, это тот же самый в сердечном сокращении. Дай бог здоровья вам. Вам давно сделали операцию? Сегодня утром. Ну и как самочувствие ваше? Хорошие. Ну и молодцы, что решились. Да, я вообще рада. У меня, знаете, злопля, у меня вчера утром приступ случился. Нарушение рейтинга. Меня вчера привезли сюда прям. Давно вы болеете? Я болею 5 лет уже. Если бы раньше такое было, я бы не пострадала. А у меня последнее время, через день уже встала нарушение. Я так не училась. Пациентом как вы их. Пожелом вам здоровья, отдыхайте. Спасибо вам большое. Доброе, да. До свидания. А вы уже тоже прооперируетесь? Нет, я только на обследование. На обследование. Ну и вы не болеете. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Впечатление очень хорошее. Во-первых, мы встретились с женщиной, пациенткой, которая только что перенесла операцию. Она себя чувствует уже лучше. И она рада тому, что это вот произошло. И не нужно никуда уезжать. У нее была прежде операция. И сейчас вот сделали уже иную, более надежную. И как раз радует то, что у нас в Южно-Сахалинске. Это очередной шаг, который сделан на пути создания специальных условий для высокотехнологичных операций на Сахалине. Мы поставили задачу, чтобы никто не уезжал никуда. И все делали операции здесь у нас. Не в Хабаровске, не в Владивостоке, не в Москве, а здесь. И уезжали в другие клиники только в экстренные ситуации. Собственно говоря, шаг за шагом мы близимся к этой цели. Есть ли у нашей области резервы и перспективы, чтобы сделать это отделение большим центром для всего Дальнего Востока по подобным операциям? Конечно, есть. Потому что фактически такие отделения есть только в федеральных центрах. Но мы с вами взяли курс на то, чтобы сделать здесь медицинский кластер. И будем все технологии современные привозить на Сахалину. Все должно быть сделано в интересах сахалинцев и куличан. Как вас зовут? Петрук Евгений Яковлевич. Евгений Яковлевич, откуда вы? С Южесхалинска. А для чего вы сюда пришли? Пошли. Просто заболевает сердце. Порекомендовали сделать электрокардиостимулятор. Как открылось новое отделение, вот меня госпитализировали. Ну, ваши первые впечатления в отделении. Понятно, что вы только пришли сюда, но все равно, вот первые впечатления какие у вас? Ну, красивые отделения, светлые, палаты. Вот, данная палата на 3 слоя. Мне приходилось лежать по поводу сердечного заболевания. Ну, там, конечно, были условия более скромные, скажем. Кардиостимулятор будет ставить. Вы не переживаете на этот счет? Переживаю, естественно, переживаю. Ну, в России здесь молодежь. Так что, наслышан, как говорится. Переживаете, но доверяете? Переживаю, ну. Я думаю, что на лучшее надеяться. Да, конечно, все будет хорошо. Спасибо. Кино будем делать. Да, будем. Как вас зовут? Михаил Евгеньевич. А фамилия? Савицкий. Михаил Евгеньевич, расскажите, почему вы здесь? Почему? Срок прошел менять кардиостимулятор, вот и... А когда его поставили? О, этот, 5 лет назад. А еще было, это уже третий. А вы 5 лет назад тоже в областной больнице меняли, но в другом отделении, получается? Здесь был. Именно вот здесь, в этом отделении? Нет, я не помню, в этом или нет. Нет, по-моему, нет. Ну да, было другое отделение, может быть... Другое было отделение, да. А вы помните вот то отделение, в котором вы были? Может быть, это отделение новое, оно должно быть, по идее, лучше? Ну, тут новое тут, конечно, то, что это будет удобнее лечить. Ну, что ж, нормально, вообще-то мне кажется все, нормально. Заботится пока о стариках. А сколько вам лет? 92. Ого, а вы вот не боитесь ставить кардиостимулятор во второй раз? Ну, что же я боюсь, я уже был, уже рад был, так что же мне бояться, я уже это знаю. Что говорят врачи? А? Что говорят врачи? Не понимаю. Что говорят врачи? А, ну ничего, вот сказал это у нас кардиолог, говорит, еще лет на 7, говорит, поставим, получше. Я говорю, ну правильно, сейчас вот до сотни лет дотяну. Вот так вот, а что? Осталось-то чуть-чуть. Спасибо большое. Не против? Да, можно. Расскажите, откуда вы, как вы себя сейчас чувствуете? Я с Южно-Сахалевска. Чувствую себя хорошо. Больше волновалась я перед операцией так немножечко, побаивалась. Прошла хорошо, очень, очень внимательно все было. Что говорят врачи? Сколько вам еще здесь лежать? Ну, они сначала, вот мне, пока еще ритм восстановят, пока еще не восстановили. Потом назначат лечение. Уже точно не сказали, сколько, я не знаю. Сколько, но я думаю, долго. Как вас зовут? Ермак Галина Николаевна. Галина Николаевна, откуда вы? Извеческа? Спасибо. Спасибо.